С полудня на площадке у Дворца культуры сотни горожан. Одни о событии знали, другие просто проходили мимо и не смогли не задержаться. Первый раз в Борисове такой праздник. Услышали, вот в интернете вчера прочитали про татейши, потом решили прийти, посмотреть. Ехали в Голландию, бульбашу спевать. Пожали я в руку всю, бульбать оставать. На сцене ансамбль, а когда музыка стихает, начинается батлейка. Спектакль привез театр «Надежда» из Минска. Тут же и развлечения для детей, и уголок для любителей истории. Самим стать частью истории можно было у рыцарских шатров, всего лишь примере в доспехе. А дальше можно сразиться в турнире. Когда в руке добрый клинок, надежный щит, вообще внутренние ощущения, это словами не передать. Ох, тянет спеть балладу какой-нибудь прекрасной даме под балконом. Кузнечное и гончарное дело, ткачество, соломоплетение. Изделия привезли более 50 ремесленников со всей страны. Можно не только смотреть, учиться, но и попробовать что-нибудь сделать самому. Наряду с традиционными ремеслами редкие. Корни пластика – это скульптура из натурального дерева, естественную форму которого мастер максимально сохраняет и превращает в посуду или корзинку. Большой спрос на сувениры и мебель из камней и металла. Было как хобби, подарки друзьям дарил, там на день рождения ходили когда. А потом в итоге, короче, переросло в работу. Зарегистрировался ремесленником. И сейчас, ну как дополнительный заработок. Ради того, чтобы накормить всех гостей, даже перекрыли проспект. Организовали праздник частной компании Борисова при поддержке местных властей. Мы любим свой родной город и считаем, что бизнес должен быть социально ответственным. Фестиваль – это такая форма, которая позволяет людям приобщиться к культуре. И в то же время показать, что культура наша, она и сегодняшний день очень современная, очень интересная. В эти минуты в Борисове салют, а организаторы обещают, следующий фестиваль Тутайше будет еще масштабнее и интереснее. Александр Шустер, Дмитрий Лас. Наши новости.